Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу, как создать легко и быстро эффект вот такой искаженной тени, который вы видите у меня на изображении. Ну, я сейчас удалю те слои, которые реализуют данный эффект, чтобы мы с вами, собственно говоря, все это проделали вновь, и вы поняли, как это все делается. Я вам покажу принцип, как это работает, и немного такой, знаете, усовершенствованный вариант создания вот такой тени. Как вы понимаете, исходя из тех слоев, которые у меня здесь находятся, да, тень у нас, вот эта вот тень, кривая такая, да, искажен, реализуется этим слоем. Давайте я его, собственно говоря, и удалю. Вот. И мы имеем на нашем холсте просто цветную заливку и текст, где написана простая фраза, либо одна буква, может быть, или две, там, три, неважно. Вот. И первый шаг, который мы должны сделать, это мы должны при помощи эффектов слоя создать тень. Я нажимаю вот на эту клавишу FX, да, параметры наложения, либо сразу тень можно нажать, неважно, мы все равно в одном интерфейсе оказываемся, да. Так. И здесь я выбираю тень. Ну, дело в том, что настройки у меня здесь уже были, некоторые уже готовы, вот, так как я вот уже делал, и поэтому, значит, они у меня сразу установились. Непрозрачность тени у меня 35%, смещение, размах и размер 10, 20, 22, и угол наклона падения у луча света 25 градусов, да. При этом у меня размер холста где-то 1100 пикселей на 1100, так как все параметры зависят от размеров изображения, это однозначно. Ну, давайте упрощенный вариант покажу, без каких-то изысков, да. То есть, допустим, мы хотим просто задать искаженную тень, да. Для этого я нажимаю просто вот окей. У нас имеется вот такая вот тень, ее можно сделать темнее, светлее, можно любой цвет ей выбрать, да. Вот. Затем я правой кнопочкой нажимаю на вот эту пиктограмму FX, которая появляется на слое после того, как мы применяем к нему какой-либо эффект. Правой кнопочкой мышки я нажимаю и выполняю команду образовать слой. У нас сразу же, ну, появляется предупреждающая надпись, что некоторые составляющие эффектов не воспроизводятся при использовании слоев. Ну, ладно. Нажимаем окей. И смотрите, вот этот слой, как эффект, вернее, эффект, как слой у нас появился. Пожалуйста, да. Все. И вы теперь можете, допустим, к этому слою применить какой-нибудь инструмент трансформирования, редактирования, например, трансформирования и, например, искажения. Вы можете вот этот слой исказить несколькими способами, ну, такими способами, которые вам интересны, да. Я сначала искажения, например, применил, потом иду к пункт меню редактирования, трансформирования и еще деформацию добавляю, да. Вот. Чтобы она у нас была вот немного такая вот с изгибом, да. Как будто идет отслоение букв от фона и тень вот такая вот у нас создается. Вот. Ну, это сам принцип, как это все работает. Теперь давайте я вам покажу немножко более усовершенственный вариант значит, данного действия, да. Удаляя вот снова вот этот слой. И смотрите. Ну, заодно мы, возможно, увидите некоторые новые эффекты, которые здесь есть. Снова у нас на холсте только фоновый слой, цветная заливка и текст. Все. Больше ничего нет. К тексту я применяю соответственно эффект тень, да. То есть то, что мы уже с вами делали, да. И смотрите. Если я хочу сделать тень более глубокую и более насыщенную, то нет необходимости, используя вот один эффект тени, здесь увеличивать смещение, размах и размер, и цвет, непозрачность цвета увеличивать тоже, да. Можно сделать немножко по-другому, более хитро. Смотрите. Я могу сделать вот как. Я возьму и нажму на вот этот плюсик. И смотрите. Вот эта тень, которая у меня уже, собственно говоря, была, она применилась еще раз. Но давайте я сейчас попробую увеличить изображение. Так, нет. Оно у меня пока окошко... Вот это включено, не увеличивается, да. Вот. Ну, давайте я сделаю вот так. Я же делаю ОК. Увеличу сначала холст, для того, чтобы вы видели, как там все происходит. Снова щелкаю два раза по FX, да. Вот. И смотрите. Снова иду вот на эту тень, которая у меня создалась. И смотрите, если я сейчас буду смещать в новую созданную, вновь созданную тень, смотрите, видите, это у меня, по сути, уже получается новая дополнительная тень от той, которую я делал. и если я смещу на какое-то расстояние вот такое вот, да, то у нас вот эта тень, вот эта тень, она будет, видите, не вверх идти, да. Ну, то есть, у нее направление этой тени будет более естественное, да, потому что неправильно выглянулось, что она вверх пойдет. То есть, у нее направление будет более естественное. Соответственно, мы можем выбрать также другой цвет, да. Ну, я оставлю это вам на откуп, чтобы вы сами это попробовали сделать. И можно применить еще раз. Еще раз я на нас нажимаю и снова смещаю, соответственно, вот эту вот еще раз тень. Видите, она тоже сместилась. Видите, она стала довольно-таки большой. Вот. И уже с ней можно поработать. Да. Давайте нажму ОК. Вот. Так. Верну, значит, изображение в первоначальный вид. Вот такая тень уже смотрится более интересно, интереснее и более реалистичнее. Ну, а дальше мы поступаем тем же способом, который я до этого показывал. Сначала мы вот эти слои преобразуем непосредственно в растровые слои. Для этого достаточно правой кнопочкой щелкнуть по клавише FX, вернее, по символу FX и выполнить команду «Создать слои». Предупреждение принимаем. И видите, сколько у нас эффектов променено, столько слоев, в принципе, и создаются, да. Вот. Чтобы у нас, у каждого из слоев сохранился вот этот эффект прозрачности, так как здесь один слой накладывается на другой, видите, и создается эффект прозрачности. Мы должны сделать еще вот такие, значит, манипуляции. Смотрите, напротив каждого слоя имеются вот такие пиктограммки, которые, щелкая по которым, мы эффект наложения слоев включаем. Вот это, правда, щелкнул. И смотрите, мы для каждого слоя включаем слой фигура прозрачности, чтобы она сохраняла прозрачность. Нажимаем здесь, потом нажимаем вот здесь, два раза щелкают и нажимаем вот здесь. Все. Теперь давайте, чтобы мы одновременно могли эти слои, значит, трансформировать, я выделяю их все с клавишей Ctrl, вот, правой кнопочкой нажимаю и преобразуя их в смарт-объект. Все. Ну, а теперь приступаем к трансформации данного слоя. Идем в пункт «Унюю редактирование», «Трансформирование». Вы можете трансформировать, значит, по любому сценарию, который вы для себя изберете. Я выбираю сначала «Искажения» и немного искажаю, вот так, просто наклон делаю. Можно было, в принципе, наклон сразу выбрать, но я вот таким путем пошел. Вот. Я сначала искользил путем наклона, вот так. Соглашаюсь с этим искажением, ну, вернее, трансформированием. Потом иду снова в пункт «Унюю редактирование» и «Трансформирование» и уже выбираю «Деформацию» для того, чтобы придать тени такую, знаете, более плавную, там, игривую форму. Здесь вот тоже можно это сделать, да. Вот, выдается. И вот у нас здесь создается такой эффект отслоения букв от поверхности и тень как раз показывает, как это отслоение происходит. Вот, давайте, я соглашусь с этим. Ну, собственно говоря, вот весь эффект, который я хотел вам показать, эффект искажения, фигурного искажения тени, да, при помощи эффекта наложения, ну, при помощи эффекта слоев, да. я думаю, что вы сможете этот метод реализовывать и получать даже более интересные результаты, нежнее, чем получились у меня. Вот, ну, а на этом я этот урок заканчиваю. С вами был Александр Семенов. До новых встреч. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.